Они не антиваксеры, но им нельзя прививаться. В Испании своих правах заявляют те, кому вакцина противопоказана по медицинским причинам. Премьер-министр Великобритании извиняется за новые вечеринки в своей резиденции. На этот раз лично перед королевой. Правительство Австралии вновь инулировало визу первой ракетки мира Новука Джоковича, который приехал для участия в открытом чемпионате по теннису. Дело теннисиста Новука Джоковича, который доказывает свое право участвовать в соревнованиях без прививки из-за медотвода, привлекает в Европе большое внимание. Сотни, если не тысячи человек здесь оказались в той же ситуации. На испанку Лауру вакцина подействовала очень тяжело. После первой прививки ее парализовало. Врачи запретили ей делать вторую. И теперь она не может получить зеленый паспорт, поскольку система не считает ее полностью вакцинированной. Когда ты заходишь в бар, у тебя тут же требуют документы. Чувствуешь себя преступницей? Невозможно планировать никакие поездки. Я же не отказываюсь от вакцины. Но мне нельзя, потому что это опасно для моего здоровья. В одной только Испании десятки человек, которым по медицинским показаниям прививаться нельзя. И из-за этого они фактически оказались в изоляции и не представляют, как им из этой ситуации выбраться. Те, кто не прививаются по медицинским показаниям, подчеркивают, что они не антиваксеры. Но в то же время они не могут получить санитарный пропуск и потому не могут вести нормальную жизнь. Один из таких людей по профессии юрист подает групповой иск против правительства Каталонии. В этом регионе без санитарного пропуска не попасть вообще ни в какие общественные места. По его убеждению, речь идет о совершенно необоснованной дискриминации. Мы утверждаем, что эти люди подвергаются дискриминации по состоянию здоровья. Пока система санитарных пропусков не будет учитывать наличие этой группы и не позволит этим людям возобновить нормальную жизнь, система будет незаконна. Решение просто-напросто в том, как это было сделано, например, в Дании, чтобы учесть это исключение. Просто на уровне закона подтвердить, что здоровье этих людей не позволяет им прививаться. Врачи, в свою очередь, настаивают, что в целом вакцины совершенно безопасны. Но если уж существует сколь угодно малая группа людей, у которых прививка вызывает серьезные проблемы, это должно быть учтено на законодательном уровне. Если конечная цель состоит в том, чтобы выдать санитарный сертификат каждому гражданину, то просто нет иного выхода, кроме того, чтобы в этих самых сертификатах указать, что его владелец не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Испанские власти признают, что в рамках существующих правил внести изменения в систему сертификации нельзя. В то же время в целом ряде стран исключения для медотвода существуют. Испанцы призывают Еврокомиссию внедрить хоть какие-нибудь общие европейские нормы, чтобы жители ЕС могли пользоваться правами вне зависимости от состояния здоровья. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил личные извинения королеве Елизавете за вечеринки в его резиденции. Оказалось, что в апреле прошлого года во время траура по фринцу Филиппу в резиденции главы кабинета одновременно собрались две компании. Бывший теперь уже директор премьера по коммуникациям Джеймс Слэг отмечал переход на другую работу, хотя ему прямо советовали так не делать. Организатор второй вечеринки не указан. Так или иначе, в определенный момент участники обеих объединились. Я считаю события того дня абсолютно неприемлемыми и совершенно бестактными. Я не считаю премьер-министра лично ответственным за это, поскольку его тогда в резиденции не было. Но все это, тем не менее, показывает уровень культуры, царящей на Даунинг-стрит. И произрастает она, очевидно, с верхних эшелонов, что недопустимо. Сам Джонсон в вечеринках не участвовал, поскольку находился в загородной резиденции. Но ранее ему пришлось извиняться и за свое участие во встрече мая 20-го, еще во время первого локдауна. По словам премьера, он думал, что это было официальное мероприятие и появился там меньше, чем на полчаса. Правительство Венгрии решило заморозить цены на важнейшие продовольственные товары. С 1 февраля сахар, муку, растительное масло, молоко, свинину и курицу. Магазины будут обязаны продавать не дороже, чем 15 октября прошлого года. Будапеште заявляют, что таким образом хотят компенсировать общий рост цен, вызванный энергетическим кризисом. В конце прошлого года страны Европы столкнулись с нехваткой топлива. Для продуктовой потребительской корзины разница в ценах между октябрем и январем может составлять от 4 до 20%. Но в то же время есть и продукты, которые, по нашим данным, наоборот, подешевели. Например, куриная грудка. Представители оппозиции воспользовались решением премьера, чтобы раскритиковать его действия. По их словам, искусственное замораживание цен приведет к увеличению вывоза продуктов из страны и повысит стоимость других товаров. И в конечном итоге потребителю все равно придется платить больше. Уровень инфляции от 7 до 10% это спекулятивные цифры. Они совершенно не отражают то, что вы чувствуете, когда приходите в магазин. То, что делается сейчас, попытка остановить наводнение палкой. Это абсолютно непрофессионально. Это свидетельство провала 12-летнего правления Орбана. Цены на продукты, по мысли правительства, будут заморожены на три месяца. При этом через два месяца в Венгрии должны состояться парламентские выборы. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича. В своем заявлении он, в частности, отметил, что австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они справедливо ожидают, что результат их труда будет защищен. Ранее министр по вопросам эмиграции Алекс Хоук, обосновывая свое решение, заявил, что оно соответствует общественным интересам. Джоковича обвиняют в предоставлении ложных данных при заполнении декларации для въезда в Австралию. Там сказано, что спортсмен в последние две недели не выезжал в третьи страны, но затем выяснилось, что его записи в соцсетях свидетельствуют об обратном. Новак Джокович приехал для участия в открытом чемпионате Австралии по теннису. Он принципиально отказывался раскрывать данные вакцинации от коронавируса, однако в конце концов его допустили к соревнованиям на основании медотвода от прививки. Но 5 января в аэропорту Мельбурна он не смог предоставить соответствующий документ. Был задержан и затем отпущен. Суд отложил рассмотрение очередной апелляции теннисиста до воскресенья. Власти намереваются вновь задержать его в ближайшее время. Адвокаты Джоковича надеются получить судебное распоряжение, которое позволит теннисисту участвовать в турнире во время рассмотрения его дела. Власти Китая опровергли обвинение во вмешательство в политику Великобритании после того, как британские спецслужбы сообщили о проникновении в парламент китайского агента. По данным МИ-5, гражданка КНР Кристин Ли, которая возглавляет британскую юридическую фирму, установила связи с британскими депутатами. Она также сделала пожертвования политикам. Так, депутату атлейбористов Барри Гардинеру досталось более полумиллиона евро. Авиапассажирам из 150 стран категории высокого риска распространения ковида в течение месяца будет запрещено путешествовать транзитом через Международный аэропорт Гонконга. Такое решение было принято в целях противодействия распространению штамма омикрон. В список стран, которых коснется запрет, автоматически включаются те, где был выявлен хотя бы один случай заражения омикроном. 15 января исполняется 400 лет со дня рождения французского драматурга Жан-Батиста Мольера, чей талант оставил неизгладимый след в мире театра. Актер и любимый автор короля Людовика XIV написал более 30 пьес, имевших оглушительный успех у зрителей. Благодаря ему комедийный жанр вышел на новый уровень, и театр получил второе дыхание. Он был необычайно продуктивным драматургом. А герои его произведений, которые постоянно натыкаются на двери, вызывают у нас смех. Он создавал потрясающие сценки Лаци. Все формулировки исполнены остроумием и сарказмом. Например, комедия «Мнимый больной» сегодня можно сказать. Это же марсельский профессор Дидье Раульт. И больше всего в этой пьесе нас заставляет смеяться, и это испуганный смех. Невероятное раскрытие темы смерти. Неофициальное название театра комедии францез «Дом Мольера». Здесь выступала труппа Мольера до самой кончины гения. Архивы помогают осознать масштабы влияния театра Мольера на всю Европу. Труппа имела важное значение на международном уровне. Мольер основал несколько национальных театров, которые полностью адаптировали его пьесы под свои языки и своей аудитории. Мольер умер в 1673 году. Дневник актера его труппы позволил развенчать устоявшийся миф о том, что Мольер скончался на сцене во время четвертого представления комедии «Мнимый больной». На самом деле ему стало плохо на сцене, когда он играл роль органа. Но умер он дома, рядом с театром, на улице Ришельё. И это кресло очень много значит для всей труппы и всех работников театра, потому что оно было создано специально для сцены. В нашей библиотеке есть много вещей, принадлежавших Мольеру, например, часы. Но это кресло – единственная вещь, оставшаяся нам от театра. Наследие Мольера не утрачивает своей актуальности и сегодня. Его персонажи легко узнаваемы. Это обычные люди с присущими им достоинствами и недостатками.